С городом. Радио. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Доброе утро. Мы продолжаем «Утро на Болткоме». Я Александр Шунин, Абик Элкин. Здравствуйте. Доброе утро. Еще раз. Здравствуйте. Тут недавно произошел вопиющий случай, надо сказать. Российские пранкеры «Лексус» и «Вован» поговорили с председателями комитета... Ну, уж не совсем вопиющий, не будем преувеличивать, да. Вопиющий! Вопиющий! Поговорили с председателями комитетов по иностранным делам парламентов Литвы, Латвии и Эстонии, а также с британским депутатом Томом Тугенхатом. И сделали это от имени Леонида Волкова, руководителя сети региональных штабов Алексея Навального. Кроме всего прочего, заявили, что известный YouTube-ведущий, не теле уже ведущий Юрий Дудь, возглавит штаб Навального и на другие темы поговорили. А потом выяснилось, что все это банальная разводка. И, в общем-то, возбудились и наши спецслужбы. Например, Бюро защиты Конституции заявило, что Россия принимает меры по дискретации команды оппозиционера Навального. Обмануты были латвийские учреждения, некоторые СМИ, и призвали, значит, к ответу. Центр НАТО тоже сказал, что нужно вести борьбу с подобными фейками. Вот об этом мы сегодня и хотим поговорить. Поговорим мы с Викторией Терентьевой, представителем Балтийского центра развития СМИ. Виктория, доброе утро. Доброе утро. Как-то плохо вас слышно. Чуть-чуть погромче, что ли, или поближе к микрофону. Будьте любезны, ладно? Еще раз попробуем. Доброе утро. Можно ли сейчас? А, гораздо лучше. Гораздо добрее стало наше утро. Вот, да, может быть, такой вопрос хотел задать. Вот, действительно, естественно, ни в коем случае не бросай какие-то камни в огород коллег. Все могут ошибиться, но, тем не менее, нет такого ощущения, что многие или отдельные и коллеги наши, в том числе, считают, что если они более-менее владеют русским языком, то они уже автоматические эксперты по происходящему в России. Можно там никогда не бывать, но вот что-то прочитал, и вот это к политикам, кстати, тоже относится. Нет такого ощущения, что все-таки мало просто владеть вот языком страны, о которой ты рассказываешь. Это, конечно, важно, но мало. Наверное, можно согласиться, но тут, наверное, вопрос еще и в том, что если бы не, скажем так, в какой-то степени провал конкретного СМИ одного, то, возможно, никогда бы мы и не узнали о том, что пранкеры общались с парламентариями. Потому что, ну, общались они с парламентариями в марте, все всплыло как-то только в апреле сейчас. Ну, могли бы мы об этом и не узнать. Что касается языка, наверное, часть, да, как я сказала уже, ну, тут еще и вопрос проверки фактов. То есть, наверное, можно как-то поинтересоваться или посмотреть, что пишут коллеги российские, пообщаться с какими-то коллегами российскими журналистами, поговорить, а реально ли, что вот блогер Дудь собирается в политику. Ну, тут уж такое, вряд ли. Ну, тут вопрос из раздела общих знаний, на самом деле. Действительно, лучше проверить, лучше понимать, о чем идет речь. И тут я с коллегами полностью согласен. А что касается, ну, Виктории, я не знаю, как отреагировать. Тот же самый Леонид Волгов, от имени которого пранкеры действовали в интервью российским СМИ, заявил, что, ну, ребята, молодцы. Действительно молодцы, действительно было на меня похоже. А отмечу, они использовали технологию дипфейк. И на ваш взгляд, как вообще возможно в современном мире в 21 веке противостоять вот этим дипфейкам? Они же все больше получают распространенность. Этого будет все-все-все больше вокруг нас. Это правда. Мы не можем, мне кажется, как-то на 100% себя обезопасить, потому что, может быть, и сейчас с вами общаюсь. Не я, например, да, а кто-то другой. Но в принципе, наверное... Не-не, мы вас узнаем. Поэтому исключается дипфейк. Хоть и понедельник, да, но мы трезвые. Да, вроде похоже. Это хорошо. Эту проверку, наверное, в принципе, с кем вы общаетесь. Ну, наверное, не стоит договариваться о каком-то важном, не знаю, собрании, важном интервью. Только общаясь через один какой-то имейл, наверное, стоит как-то поднестись к этому по-другому и общаться, договариваться с какими-то, не знаю, пресс-службами, другими людьми, которые наверняка знают, кто должен к вам подключиться в конкретный момент в зуме. Но, в принципе, наверное, сейчас мы живем в такое время, когда мы не можем быть до конца уверенными. Да, зум стал легче, можно общаться с кем-то на другом конце света, но при этом это не гарантирует, что вы сейчас реально общаетесь с тем, кто вам необходим. Поэтому, наверное, тут про организацию таких мероприятий, про какой-то контроль, наверное, на разных уровнях в том числе. Ну, а если вы до конца не уверены, что это тот человек, с кем вы хотели бы поговорить на какие-то суперважные или очень-таки какие-то, возможно, вопросы безопасности обсудить, хотите какие-то вещи такие важные. Наверное, не стоит говорить все подряд, возможно, как-то нужно подумать о том, как это могло бы выглядеть, если бы это было не ваше контактное лицо необходимое. Скажите, пожалуйста, вы склонны поддерживать версию Бюро по защите Сатверсма, но они прям так вот, прям очень по-серьезному отреагировали, мол, речь идет о дискредитации, эти пранкеры работают на Кремль, и все это специально и заранее, и загодя, и понятно для чего. А может, это просто был прикол ради прикола? Потому что в свое время те же самые «Лексус» и «Вован», так называемые, ну, с позволения сказать, извините за ненавучный термин, развели и Михаила Горбачева, и президента Турции Реджепа Эрдогана, и Жириновского, и даже Элтона Джона. Ну, вот людям нравится так развлекаться. Ну, действительно, пранкеры – это такая не новая история, прям потому что даже из Латвии были случаи, когда там Домброва общалась с пранкерами, когда от имени министра обороны Бергмане созвонили министру обороны Испании в том числе, да, то есть это все уже было пару лет назад. Ну, стоит ли это сейчас рассматривать как какую-то вот такую угрозу внешней безопасности? Я, к сожалению, не могу сказать, я не являюсь экспертом в этой области. Ну, опять-таки, учитывая, что время у нас сейчас интересное, в том числе и политика российская, она тоже такая очень сейчас насыщенная, ну, все, наверное, может быть, все может быть. Да, вот, а нет такого, ну, не знаю, ощущения, что, ну, может быть, мы привыкнем к этому рано или поздно, мы обречены и на фейк-ньюс, и на пранкеры, да, и нужно как-то попытаться на это реагировать, ну, вот, не знаю, провести параллели, когда еще, может быть, год тому назад сказали, что рано или поздно все будут ходить в масках, и когда уже действительно вели этот масчный режим, мы помним, какое было вообще возмущение, что там и дышать невозможно, и конец всем завтра придет, и, в общем, чуть ли не душит, да, ну, сейчас все привыкли, да, ну, сейчас все привыкли, уже смотрят на людей без масок, как-то уже как раз на них смотрят, очень странно, я к чему говорю? Ты к тому ведешь, ты что, никого еще не развел по телефону, как ты на сайте живешь? Нет, я просто к чему веду, что фактически сейчас, особенно в пандемии, когда все мы живем, вот, как правильно Виктория заметила, анализ сейчас перед нами, да, то есть все мы живем сейчас вот в таком виртуальном режиме, что, может быть, к этому просто нужно с этим научиться жить, и на это как бы так остро не реагировать и, не знаю, не вести какую-то беспощадную борьбу вот с этим явлением, в конце концов, в глобальном смысле, ну, эти пранкеры или даже вот какие-то вот фейк-ньюсы, которые вот используют по ошибке, может быть, те или иные коллеги, ну, в конце концов, не трагедия, ничего же такого глобального не произошло. Ну, сели в лужу, да, больше самоирония. Виктория? Ну, про, скажем так, про коллег, тут немножко другая история, мне кажется, потому что, ну, допустим, если пообщаюсь в парламентарии, с каким-то пранкером, и, надеюсь, ничего такого из области безопасности страны не было сказано и не было как-то передано дальше куда-то туда в сеть, это одно, а если журналисты общаются с кем-то подобным, и это дальше несется как-то в массы и имеет какое-то, может быть, большее влияние, сколько людей поверило, может быть, этой новости про Дудя? Это другой вопрос. Про то, стоит ли как-то к этому готовиться и, возможно, не так остро реагировать, ну, наверное, да, это наша сейчас сегодняшняя жизнь, когда мы должны проверять, наверное, не только каждый твит какой-то сомнительный, каждый пост в Фейсбуке, но и задуматься, а кто вот с нами на связи в Зуме находится, тот ли этот человек, и думать о том, что мы ему говорим, что мы пытаемся донести, чтобы потом в случае чего, извините, вы не выглядели каким-то таким дурачком, который рассказал какой-то государственный секрет, неизвестно кому. Так что, наверное, это как-то так может быть. Мы беседуем с Викторией Терентьевой, представителем Балтийского центра развития СМИ, и за основу взяли недавнюю историю, как пранкеры российские развели латвийский политический истеблишмент. Абик, прости, я немножко перебил. Может быть, это говорит о том, что, возможно, какую-то подготовку надо проводить и, не знаю, депутатам, и, может быть, и журналистам, не только по поводу того, как искать, не знаю, источники, проверять информацию, но и как беседовать, как отвлекаться, потому что, ну, действительно, сейчас, вот, не знаю, по электронной почте, наверное, масса приходит приглашений поучаствовать, особенно сейчас в виртуальном режиме, в той или иной конференции. Иногда это все выглядит безобидно, какой-то там научно-исследовательский институт и так далее, и даже депутат, может быть, который не очень, скажем так, вот, подкованный в проверке всей этой информации, может запутаться, уже не говоря о том, что иногда бывает так, что этот институт там принадлежит весьма, не знаю, так сказать, авторитетному человеку, но вот он сотрудничает еще с одной структурой, и та вот сотрудничает с этой, и в результате, получается, с одной стороны, можно вот так вот сесть в лужи, а с другой стороны, получается, что уже вообще нельзя ни с кем общаться, если вот плести вот все эти теории, кто с кем когда-либо где-то познакомился, договор заключил и так далее. Ну, в том-то и дело, что, в общем-то, легко дойти до паранойи, если начать проверять все вообще. Ну, во-первых, не хватит времени. Да, Виктория. Ну, я надеюсь, что этот случай станет таким уроком не только для журналистов и всех медийщиков. Возможно, надеюсь, этот кейс будет как-то еще преподаваться в университетах, о нем будут говорить на первом курсе журналистики, рассказывать, как, наверное, не стоило бы действовать, какие уроки можно извлечь. Но надеюсь, что это как-то обсудят еще и в парламенте, как-то они решат, продумают какую-то цепочку, как это можно проверять и как это можно работать. Потому что, опять-таки, вот Абик упомянул так, кто с кем связан, какие приходят приглашения. Да, и опять-таки, говоря о парламенте, мы все знаем прекрасно, что Рихард Коллс успел поучаствовать в январе на мероприятии так называемого повара Путина, Пригожина, да, где он тоже потом говорил, что, ну, он как бы особенно не знал, да, что это мероприятие в Берлине каким-то образом связано с российской стороной, с Путиным и лицами, приближенными к Путину. Но тут получается, что Рихард Коллс отчасти, ну, ошибся второй раз за год, грубо говоря. А, с другой стороны. Должен ли депутат проверять вот сам все это, я не знаю. Мне кажется, наверное, в парламенте должна быть какая-то структура или какая-то такая прослойка людей, которые могли бы проверять информацию или приглашения на какие-то зарубежные мероприятия, в том числе, от зарубежных каких-то коллег. Не стоит, наверное, каждый имейл проверять, да, депутаты, но какие-то отдельные вещи, наверное, можно. Ну вот, интересно, здесь тоже такая параллель. Вот на днях вызвали в очередной раз посла России в Соединенные Штаты, сейчас нету, есть его зам, ну, временный поверенный. Его вызвали в Госдеп в США, ну, с очередным, как бы, выразить ему протест. И было написано, что вот зампосла как раз решил воспользоваться этой возможностью, чтобы изложить свою позицию. Я к чему говорю? Что даже если, там, не знаю, за этой конференцией стоит, там, не знаю, вот этот Пригожин или еще кто-то из таких известных персонажей в последнее время, и господин Колус или другой депутат, пускай не зная этого, или даже зная, воспользовался этой платформой, чтобы обозначить свою позицию. Ну, ему же там, наверное, рот не затыкали. Да, и он там, не знаю, сказал, как он любит, в кавычках, Россию, и как нужно ужесточить санкции. Я утрил, но общий смысл понятен. Ну, может быть, когда хорошо, он использовал их ресурс, их финансы, их информационные возможности, чтобы обозначить латвийскую позицию. Но, в конце концов, он же не деньги от них получал. Если, конечно, он еще деньги получал, ну, там может быть вопрос. А если он просто воспользовался, большое спасибо, вы предоставили мне возможность, я высказал свое мнение. Ну, это про такую тактику и стратегию. Если она такова, то это только можно порадоваться, конечно. Да, если бы он как раз, наоборот, признался в любви Владимира Владимировича, сказали бы, ну, как же ты, представитель ТБ Весу Латвии. Да, так что вот иногда можно и так себя вести. В принципе, и в политике нужно использовать любые возможности. И тот же самый Колсов, Виктория, упомянула его. А после всей этой истории он у себя на Фейсбуке написал, как дело-то было. И упомянул, что он получил на свой электронный почтовый адрес Сэйм электронное письмо от этого человека, от Леонида Волкова. Такой человек действительно существует. И в обращении автор письма просил предоставить возможность выступить на комиссии Сэма по иностранным делам, чтобы рассказать о ситуации вокруг Навального, обсудить проблему политзаключённых в России, а также новости в деле о попытке отравления Навального. Ну, как можно было не отреагировать на такое? Ну, это же само в руки-то идёт час, мы расскажем, как там кровавая губня в Кремле, значит, окопалась, сидит, всех травит по всему свету. Да, ну, в общем, в любом случае, наверное, такая квитэссенция нашей беседы, что действительно сейчас нужно всё проверять и ничего на веру не воспринимать. Это, наверное, и к журналистам относится, да? Вы всё-таки работаете как в центре, который тоже помогает, если так можно сказать, вот, не знаю, вести борьбу, это, наверное, неправильно, но вот фактически как-то предотвращать такое распространение, вот как вирус вот этих всяких фейковых новостей. Да, это тоже относится к журналистам, причём всем нам, на самом деле, потому что вот легко говорить, как надо было бы поступить, как надо было бы проверить бы информацию, кому позвонить и что сделать, а как бы большинство поступило, мы не знаем на самом деле. Возможно, были бы такие же ошибки допущены, потому что спешка, потому что дедлайн, потому что хочется какой-то эксклюзив в эфир поскорее доставить. Но, наверное, нужно, да, учесть всё, что было на прошлой неделе увидено и сказано, и как-то теперь настроиться и проверять факты тщательнее, узнавать какие-то, получать какие-то подтверждения. Понятно, что позвонить в офис Дудю, это не так просто, но, наверное, это тоже возможно. Было бы время, было бы желание. Ну, такое напутствие мы получили от Виктории Терентьевой, представителя Балтийского центра развития СМИ, с которой обсудили то, как российские пранкеры развели латвийский политический истеблишмент. Огромное спасибо, Виктория. Хорошего дня. Ещё раз спасибо, что были с вами, Абик. Да, спасибо. Сейчас действительно прервёмся ненадолго, тем более, что у нас впереди ещё один эксперт, не менее интересный. Это, естественно, тема вакцинации была, есть и будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова